Русский язык Фамилия правильно, лжеучитель Надо его так Так надо говорить, что Фильм Матильда сделал лжеучитель Не надо исковеркать Такое благородное слово русское Учитель у нас Христос Святые отцы А это лжеучитель Я хотел предоставить Слово Эксперту Виктору Корну Для доклада Уважаемые участники конференции Громче говорить, да? Ближе Я ставлю перед сложной задачей У меня доклад серьезный Но времени на него не дали Предыдущие Предыдущие ораторы просто съедали Это мое время За что я их и благодарю Я хочу напомнить слова Святейшего Патриарха Который вот он Определял стратегию работы комиссии Главным ее принципом Стало проведение независимой Всесторонней Высокопрофессиональной экспертизы Включающей генетическое Антропологическое Историческое направление Вот отсюда и все идет Комиссия должна представить Научную аргументацию Принадлежности останков Это результат ее работы Четвертьвековые поиски Истинным царском деле Производимые первым следствием Неоднократно закрываемым Возобновляемым Многочисленными самостоятельными Исследователями Не привели к ощутимым результатам Не установлена принадлежность К царским останкам Которые были обнаружены В Поросенковом лагу Не выявлены подлинные Организаторы убийства Царской семьи Не определены те лица От которых 16 июля 18 года В Ветеранбурге Была получена телеграмма Из Перми На условном языке Содержащая приказ Об истреблении Романова Ведь с этих срок Начинается записка Юровского Но Следствие прошло мимо этого Откуда? Кто? Кто в Перми Мог дать такую телеграмму? Эта телеграмма Была из Москвы Через Пермь Значит Москва дала добро На убийство царской семьи Это настолько однозначно Что Не требует особых доказательств Теперь Вопрос следующий Если Следствие Представит научную аргументацию То кто оценит Степень их добросовестности работы? Опять же Широкое обсуждение Но это же не метод Мы же знаем Как СМИ Предоставляет Свои возможности Для одних И ограничивает других Поэтому Совершенно Определенно Что только Правый суд Над цареубийцами Может рассмотреть Результаты следствия Я об этом написал В 2009 году В первой же статье своей Следствие закончено Дело за судом Говорят Что нет такой Возможности юридической Так ее надо создать Царское дело Оно настолько Велико Что дума Может под него Дать Постановление Создать такой суд На мой взгляд Этот суд Будет Типа Тритейского Суда На котором С одной стороны Выступит Следствие Его представителей На другом Представители Общественности Даже для этой цели Возможно Создание Нами Органа Допустим Комитет Защиты Истины В царском деле От имени Которого Будет выступать На этом суде Его представители И поскольку Это дело Важной Государственной Важности Извините Тавтологию То Главным Судьей Будет Судья Сверховного Совета Кто-то Должен Определять Кто же Более Прав Конечно Здесь есть Подводные Камни Мы знаем Что власть Имеет Возможность Влияния На судей Но во всяком Случа Этот суд Будет Открытым На этот суд Будут вызваны Все те Руководители Секретных Архивов Которые Под присягой Скажут Какие еще Есть документы При этом Неся уголовную Ответственность Секретных Фондов Сейчас говорят Что для этой Комиссии Которая сейчас Работает Для нее Открыты Все фонды Но мы же знаем Как может Человек Который не знает Где что лежит Найти там Что-то Поэтому Только руководитель Этого Фонда Секретного Знает Что там Есть На что Я обратил Внимание В работе Этой комиссии И той информации Которую Егоргевский Епископ Тихон Нам Время от времени Обнародовал Во-первых Это Историческая Экспертиза Заметьте Первое Следствие Соловьева Избегало Как огня Боялись Этой Экспертизы Потому что Историческая Экспертиза Она Несомненно Будет Отталкиваться От следствия Соколова И это документы Того времени Это сотни Сотни Свидетелей Русских людей А вот Они Это как раз И свидетельствуют О том Что Была Сожжена Царская Семья А не была Захоронена В Парасенковом Лагу Вот поэтому То и боялся Соловьев Исбегал Исторической Экспертизы Что сейчас Вдруг Зазвенело В словах Епископа Тихона Вдруг Вместо Исторической Экспертизы У него Появилось Новое выражение Историка Архивная И он Пишет Мы туда Задействовали Наших Ведущих Архивистов Архивист Это человек Как говорится Хранитель бумаг Это не аналитик При всем уважении Клыковой О которой здесь Моль Татули Так говорил С таким уважением Я вам скажу Я не пожалел Времени Будучи в Петербурге Прочитал ее Диссертацию Вы знаете Это сырой Материал Абсолютно Она вот На этой книге Убийство Императорской Семьи Сделала себе Докторскую Диссертацию Вы знаете На этой теме Многие Выскочили Но это не значит Что они Светила Абсолютно Нет У нее Много Неправильного В ее Выводах Значит Никаких Историко-архивных Только Историческая Экспертиза Которая Должна Была Проводиться С первого дня Работы Нового Следства И до Последнего Дня Когда будут Ясны Все Экспертизы Это Историческая Экспертиза Их тоже Уже Рассмотрят Как исторические Документы Вот он Епископ Тихон Говорит Главный вопрос Наш не генетика Интересно Вдруг Почему-то Не генетика И тут же Он говорит Не генетикам А историкам Архивистам Исследователям Вот Обратите внимание На его слова Никто не обратил Каким образом Все это Могло произойти Что это А то что Экспертиза Отец Сын Не дала Положительного Результата Если бы У них был Положительный Результат Этой Экспертизы Отец Сын Они бы уже Трубили бы Во все трубы Этого нет Поэтому Они сейчас Епископ Тихон Говорит Большие надежды Мы возлагаем На всеобъявляющую Антропологическую Экспертизу А что это За всеобъявляющие Вы знаете Попова Да Ведь он же Категорически Отрицает Что эти останки Продлежат Вот он выступал Если вы помните У вас же В прошлом году Он выступал Он же Ясно Анастасии Не тот Рост Нет Перелома Ноги Государю Экспертизу Предписывал Государю Я уже Не говорю О черепе Ведь череп С первых дней Его появления Стал предметом Спора Где след От сабельного Удара Они говорили Соловьев Нас убеждал Заросло Заросло Сделали Томографму Через Каждые Три миллиметра По-моему Делали Нет никаких Следов А ведь там был Не просто Сабельный удар Там скол был Скол был Вот примерно Такого расстояния Четыре где-то Сантиметра Толщиной С лист Пищи бумаги Был скол Поэтому-то Этот череп Я как аналитик 16 лет Я отдал Этой теме Я говорю Этого не может быть Не может быть Череп Который Останка номер 4 Быть Сыном Александра 3 Не может И не надо Им уповать На антропологическую Экспертизу Ведь Смотрите Что получится Только если Все Экспертизы Будут Едины Своих выводов Только тогда Мы можем Сать В том числе Историческое Которое Подведет Итог Но это Невозможно Даже если Все экспертизы Притягнут За уши Историческую Они Не притягивают У них Это не получится Теперь Я вам скажу По поводу Самих Останков Вот это Первая часть Доклада Она была Аргументирована Там Но Времени Нет Поэтому Вот непосредственно По теме Екатеринбургской Останки Где правда А где вымысел Документы В следственном Деле Белых С достаточно Высокой Степенью Достоверности Позволяют Сделать Вывод О сожжении Останков Царской Семьи На руднике В течение Суток С утра 18 до Утра 19 июля А также Косвенно О доставке На рудник Трупов Двойников Для сохранения В поросенковом Лагу Первой партии Около Полуночи На 18 июля Яровским Второй партии Около полудня 18 июля Грузовым Автомобилем С чекистами Следствие Соловьева Прошло Мимо этих Фактов Вообще Даже не Упоминал Вот По поводу Решения Сожжения Останков Царской Семьи Почему Оно было Принято Задолго До убийства Царской Семьи В вопросе Сожжения Останков На руднике Главным Установленным Следствием Фактом Является Полученное Дежурным По военно-техническому Управлению Леоновым Вечером 16 июля До полночи Телефонограмма От комиссара Снабжения Фронта Горбунова С требованием Подать Три больших И два малых Грузовых Автомобиля К зданию Первой гимназии Где помещалась Канцелярия Горбунова И о подаче Двух бочек Бензина На одном Из грузовиков Еще Царская Семья Еще Ведь только После этого Один из Грузовиков Пошел В американскую Гостиницу Там водитель Ушел А на его Место Селлюханов А в это Время Уже Бочки С бензином Искали Их Находили И были Готовы Для погрузки На один Из Пяти Автомобилей Голощокин Только мог Потребовать От комиссара Снабжения Горбунова Выдачу Пяти Автомобилей Запомните Это же Бегство Идет Из Екатеринбурга Каждый Автомобиль На счету А тут Пять Автомобилей Но Но Если Сожжение То Зачем Понадобилась Кислота Поздним Вечером 17 Июля И днем 18 Эта Кислота В деревянных Ящиках Была Доставлена На Рудни Отметил Соколов И почему Так Спешили С доставкой Кислоты Еще Раньше Бензина Если Поздно Вечером 17 Останки Еще Находились В шахте Предназначение Кислоты Связано С поездкой Юровского Прихватившего С собой Три лопаты На экипаже Войкова С двумя Своими Помощниками И одним Верховым Военным Около Полночи На 18 Июля От Ипатевского Дома В сторону Главного Проспекта Екатеринбурга Днем 18 Июля Волков Кучер Войкова Увидел Что их Одноконный Рессорный Экипаж Стоит Весь В грязи В глине Преимущественно И одно Его крыло Помято Спустя Час После этого Какой-то Пленный Австрийц Принес Три Лопаты Они Как и Рессорный Экипаж Были Запачканы Глиной Когда Волков Пожаловался Зимину Помощнику Войкова Происпорченный Экипаж Услышал От него На нем Ездили Публику На тот свет Отправлять Ну вот Где Владимир Николаевич Поздно Вечером 17 июля На рудник Был доставлен Первый ящик С кислотой Поздно Вечером 17 Дворник Дворник Черных Незадолго До бегства Большевиков Из Екатеринбурга Вернулся Домой Поздно Ночью Мокрый И грязный Он Ворчал По этому Поводу Говорил Что он Прямая речь Доехал До леса А дальше Его не пустили В эту же ночь Черных Отвез кислоту По направлению К руднику Куда он Конечно Допущен Не был Маршрут По которому Приехал На рудник В ночь На 18 Юля Юровский С публикой Скорее всего Был выбран Хорошо Знавшим Эти места Ермаков Который Отвечал За закрытие Останков И был Тем самым Верховым Военным Сопровождавшим Коменданта И проходил Он Этот путь Минуя Все переезды Я случайно Это обнаружил В следственном Деле Соколова Показания Котинова Инженера Который Кстати Наладил Машинку Для Откачки Воды Из Ганиной Ямы Он Приехал На Ганину Яму От Пыжмы По Насыпи Строящейся Железной Дороги К медному Руднику Ответление От 184 Поста Если кто Помнит Эту карту Там Можно было Провехать Только Коном Там Машинами Нельзя Было Вот Поэтому Юровскому И понадобился Конный Экипаж И Телеги Если вы Помните Записку Юровского Он Брал Из тюрьмы На телегах Туда Привезли Лжи Останки Людей Которых Они Там Убили На месте Или Или Убитых Привезли И Там Закопал На Будущее Вы Знаете Что В этом Районе Урочи Четыре Брата Там Огромное Количество Было Шахт На Человек Который Руководил Поиском Со Следопытами Он Сказал Если Меня Спросят Честно Ли Мы Все Разыскали Нет Не Могли Слишком Много Там Была Шахт Чтобы Можно Было Каждую Заглянуть Когда Котенев Приехал Он Сказал Никаких Кордонов По дороге По которой Я здесь Ехал Не было Тоже Об этом Следствие Наше Кстати Этой же Дорогой Приехал Огромный Отряд Если Помните Сухоруков Чекист Пишет Чекисты Которые Доставали Шахты Тела Их же Было Около Свыше Двадцати Человек Вместе С Павлушиным Комиссаром Специалистом По Сжиганию Он Приехал Туда На Рудник Представьте Сколько Трое Четверо Могут Ехать На Фаэтоне Там Или На А Сколько Их Двадцать Человек Такое Количество Проехавших Не могло Быть Не Замечено Поэтому Они Ехали Через Пыжму Теперь По поводу Грузовика Значит Первую часть Труб Лжи Останков Привезли В полночь На Восемнадцатое А вторую Привезли Утром Девятнадцатого Тяжелый Грузовой Автомобиль Видели Свидетели Несколько Человек И Этот же След Тяжелого Грузовика Подходил К самой Шахте И этот Грузовик Простоял Весь День На Руднике И ушел Оттуда Только Утром Девятнадцатого Вот что он Привез там Свидетели Говорят Под Брезентом Вот Помните Останки Сипательского Дома Накрыли Серым Брезентом Вот таким же Серым Брезентом Они Накрыли Лжи Останки Теперь Факт Сожжения Останков На Руднике Подтверждает Третий Костер Который Нашел Соколов Но буквально Накануне Своего Прекращения Работы На Руднике Этот Костер Его Существование Подтвердил Авдонин Когда проводил Там Изыскания Археологические И Авдонин Написал Я вам прочитаю Его О костре Три Следы Которого Были им Обнаружены Он пишет Авдонин Учитывая Его размеры Это Около Трех метров И значительный Слово Глины Скрывавший Костер Можно Предположить Что именно В нем Производилась Попытка Сжигания Трупов 18 июля Не попытка Сжигания Почему Почва Там Была Прокалена Это Установил Авдонин А прокал Почвы Может быть Только При высокой Температуре И длительном Горении Костра Я Очень Внимательно Изучал Его Отчет О проведении Археологических Испытаний И я Обнаружил Что там Был И четвертый Костер Читайте мою статью на русской народной линии Четыре костра Урочи Четыре брата Там Все это Схема Все представлена Ну На это Внимание Следователи Не обратили Теперь По поводу Ритуальности Убийства Голощокин Провел На руднике Пол дня 18 И всю ночь На 19 Что он там делал Вот скажите Военный комиссар Екатеринбурга Идет эвакуация Бегцев Большевиков А военный комиссар Сидит У этой шахты А открылось это Христианами Муж с женой Карлуковой Шли на покос И вдруг Смотрят Стоит Фаэтон Шикарный Фаэтон Со стеклянными Дверцами А возле Фаэтона Стоят два Господина В черных шляпах В черных накидках И у одного из них В руках Белый сверток Ну Что ж Мог бы я вам Еще бы рассказать Друзья Буквально Пару минут О магических Магические числа И знаки В комнате Убийства Это продолжение Этих черных господ Вернее Черные господа Продолжение этих Они Эти знаки Я расшифровал их Еще В 2006 году Соловьев Соловьев Вместе с Родзинским Говорят Что это Знаки Это проба Пера На обоях А числа Кто-то упражнялся Подведение Расчетов Но это Настолько Заявлять Так Значит Считать За дураков Весь народ Русский Понимаете Понятно Что в эти Числа Содержат Информацию Тоже Об этом Есть статья На русской Народной линии Называется она Магические числа И таинственные знаки Читайте Друзья мои Не было Там похоронено Царская семья Мое Глубочайшее Убеждение Человека Много лет Отдавшего Этой теме Благодарю вас За внимание — Пожалуйста, слово предоставляете для выступления, я боюсь, Игорю Друзию, известному православному общественному деятелю и Украины, и Малороссии, и Великороссии. — Все честные отцы, братья и сестры, то, что произошло сто лет назад, играет огромную роль во всем, и играет огромную роль в том числе в современных политических раскладах в России. — Я сразу могу сказать, что, конечно, выступать после таких экспертов, которые четко разоплачили о том, что это действительно лжемощи, тяжело. — Но я хочу обратить внимание на другие аспекты, которые связаны с последствием того, что эти лжемощи могут быть признаны. — Поскольку я украинец, и, точнее, малорос, и до войны жил в Киеве, только в силу известных событий вынужден был его покинуть, я очень хорошо знаю те настроения, которые бытуют в нашей среде, в православно-монархической среде Киева. — Там огромное число на самом деле существует православных монархистов. — Конечно, наши массовые акции никто не афишировал. — Конечно, их замалчивали не только украинские, но даже российские телеканалы. Но любой человек, который имеет достаточно интеллектуального развития для того, чтобы воспользоваться, например, Ютубом и набрать киевские крестные хода, он увидит огромное количество людей. Так вот это огромное количество людей и сейчас частично, по крайней мере, присутствует в городе Киеве. — Я могу сказать от их имени, что, конечно же, все признают эти останки лже-останками. Безусловно, если бы, не дай Бог, церковь и государство признали бы их настоящими останками, то это вызвало бы огромную волну смятения, смущения и других нестроений в православном народе. Более того, именно эти лица и являются сейчас главной опорой церкви, потому что именно эти люди, самоотверженные, ходящие на крестные хода, участвующие в защите храма от захвата, они сейчас придерживаются именно таких взглядов. — Если бы, не дай Бог, Патриаршая комиссия признала бы подлинность этих лжемощей, то в этом случае все эти лица были, по крайней мере, парализованы бы в своем праведном гневе против тех, кто громит наши храмы. Они были бы парализованы просто в своей деятельности, потому что они не знали бы, за кого им стоять. На самом деле, вся логика убийства, она говорит о том, что эти мощи действительно были уничтожены. Они действительно так всегда поступали. И также точно Владимир Николаевич предугадал мою мысль, выступая и сказав о том, что также точно они уничтожили мощи старца Григория Распутина. Именно это они и хотели, чтобы не было возможности поклоняться мощам, чтобы православный народ не почитал. Тут просто, собственно говоря, не о чем разговаривать. И вот я хочу сказать, что если бы церковь, наоборот, признала это убийство ритуальным, то тогда Россия бы очистилась. Потому что нету малейших сомнений у меня, например, что это ритуальное убийство. По всему миру происходят ритуальные убийства. Если кто-то их отрицает, то он просто, извините, идиот, который верует либеральным СМИ. У нас происходят ритуальные убийства. Известны ритуальные убийства иудеями христиан. Они канонизированы церковью. Это, например, младенец Гавриил в Белостоке и другие. То есть тут нет сомнений в том, что это может быть. Нас же пытаются убедить, чтобы мы, более того, чтобы мы деканонизировали этих святых, нас пытаются убедить в том, что их нет. Нет, они есть. И вот если бы мы признали, что это ритуальное убийство, что не просто коммунисты, атеисты совершили его, что Ленин Бланк и Троцкий Бронштейн, вообще-то причастны к сатанинским ритуалам, то это полностью изменило бы все расклады и в политической жизни, и во всем. Потому что в этом случае мы поймем, что за революцией стояли реальные, абсолютно сатанинские секты. Что это не просто какие-то там атеисты, я говорю, что это лица, которые сознательно боролись с христианством и Россию уничтожали, как христианское государство. И поэтому мы бы сразу поняли, что, например, голосовать за те партии, которые поддерживают эту красную мерзопакоснейшую, извините, идею, под знаменем которой ныне в Москве пытаются созвать Майдан, потому что Майдан, если у нас, не дай бог, в Москве произойдет, то он будет красным. Это уже ясно. Вот. То эти лица полностью оказались бы в политическом провале. И это хорошо, это замечательно, потому что Россию может очистить только покаяние, только правда. И вот этот вопрос настолько бесит эту либеральную публику или окололиберальную, что они пытаются сделать чудовищную пиар-компанию против признания этого характера убийства. Потому что вы посмотрите, что творится. Какое количество СМИ, какое огромное количество авторов было подключено к тому, чтобы эти лжеостанки были признаны. Огромное, чудовищное количество ресурсов. У нас таких даже близко нет. И вот это все было направлено против церкви и против России. Фактически. Конечно, многие лица искренне повелись на эту пропаганду. Но те кукловоды, которые стоят во главе этого, прекрасно все понимают. И они являются наследниками тех палачей, которые убивали нашего святого царя. И если мы докажем, что Ленин виновен в том, что лично отдавал приказ убить детей, убить невинную семью, то как мы можем голосовать за какую-нибудь КПРФ и другие партии? Вы же понимаете, что они сейчас пытаются раскачать ситуацию в России. И вся эта левая идеология, этот неосоветский проект, он на самом деле будет способствовать созданию глобального мирового государства. Частью этой головоломки была Украина. Точно таким же образом сливали и Украину. Те же кланы американские, которые некогда финансировали революцию 1917 года, и февраль, и октябрь. Вот те же кланы раздули, собственно говоря, оба Майдана. Этого даже никто особо не скрывает. Никто особо не скрывает, что Сорос это только финансовый офицер Ротшильдов. О том, что администрация США разжигала это все. Даже Тойнби, известный английский историк и аристократ, который искренне ненавидел Россию, он заявил, что в России не было никаких предпосылок для того, что произошло. Он говорил, что в русской культуре, в русской традиции эта революция не могла появиться сама по себе. То есть она появилась извне. И эти темные кланы по-прежнему действуют. И они надеются, сокрыв злодеяния столетней давности, повторить ту же смуту, которую они раздули сто лет назад. Я надеюсь, что Бог этого не попустит. Благодарю. Я хотел предоставить слово кандидату и к моему доктору наук, я боюсь ошибиться, Владимиру Ильичу Большакову. Все честные отцы, глубокочтимая Уграя Николаевна, дорогие братья и сестры. Здесь много было сказано очень нужных и важных слов, но некоторые были слова, которые вызвали недоумение. Я хотел бы как-то рассеять, может быть, не только у меня. Дело в том, что тут обвиняли даже науки, что они некомпетентные или какие-то ученые. Я 25 лет даже более того занимаюсь проблемой царской семьи. Но еще до этого, тоже около 20 лет проработал в ведущих научных учреждениях Академии наук СССР. И вам со всей ответственностью заявляю, что наука здесь ни при чем. С самого начала было сделано все так, чтобы никогда нельзя было научно что-то доказать. Все было сделано. Как профессиональный ученый, я вам говорю, что все было сделано для того, чтобы никогда. То есть все в науке должно делаться иначе. Кто давал указание в 1991 году в армейской палатке загнать туда 13 человек и в страшную непогоду, они там лопатами ковыряли и затаптывали в глину какие-то мощи. Ну неважно, какие-то кости, это люди, царские, не царские, это люди, так никогда не делается. Почему ждав, прождав 70 лет, надо было обязательно выбрать непогоду, обязательно ужасные самые условия. И самое главное, люди, которые туда ехали раскапывать, они даже не знали, куда они едут. Ведь на это кто-то дал указание. Кто бы позволил, давайте не будем наивными, кто бы позволил в 79 году гелию Рябову и Авдонину раскопать черепа. Понятно, что это делалось с чего-то указания очень высокого. Их бы тут же нашли, в ближайшую милицию отвели и поступили как надо. 79 год, застой, все под контролем. Значит, кто-то давал указание все это делать. Но в то же время говорить о том, что никто не пытался научно что-то сделать, тоже неправильно. Я не домеваю, почему Леонид Евгеньевич Полотин молчит. Ведь мы еще в 93 году организовали ту конференцию, Ольга Николаевна. Помните, Тихон Николаевич прислал приветствие на нашу конференцию, которую мы в фонде организовали. Туда пришла дочь генерала Дитерикса. В это трудно было поверить. Генерал Дитерикс, упоминание одного имени его, это сразу расстрел. И вдруг живая дочь, правда ей было уже 80 лет, она пришла на нашу конференцию, тогда Международный фонд славянской письменности и культуры. Эти материалы конференции есть. Мы даже с Леонидом Евгеньевичем говорили, не переиздать ли их, потому что это была первая попытка серьезного научного, действительно научного подхода. Не наукообразного, не попытки научно фальсифицировать что-то, а действительно научного подхода. И, кстати, Попов, о котором здесь несколько раз уже говорили, тоже там был и представил серьезнейший доклад. Эти материалы есть, они, конечно, в единичных эземблярах, но они есть. Именно этот сборник мы потом на следующий же день принесли тогда митрополиту Кириллу, и он, надо сказать, отреагировал очень разумно. Он тут же нас посадил в соседнюю комнату, и мы написали то воззвание, которое от имени Синода было принято. Его очень многие цитируют, но не знают, что вот Леонид Евгеньевич, я еще в третий кто-то был. Архивов. Архивов, да, Валерий. Мы втроем сели, написали, потом Святейший нам рассказал, читали ли мы это воззвание, да, читали? Ну, я сказал, что и писали немножко. Понимаете, то есть на самом деле попытки есть. И вот что меня смущает во всей этой чехарде событий. Ну, первое, понятно, что комиссия Немцова, ну, кто такой Немцов, тут говорить не надо, но в этой комиссии были здравомыслящие люди. Там был Глазунов, Илья Сергеевич, ректор нашей академии. Он единственный, кто не подписал протокол. Как Немцов не ломал, он этот протокол не подписал. Там в той комиссии был князь Голицын Андрей Кириллович. Я не знаю, посылали ли им приглашение, но, во всяком случае, относительно недавно, может, год, может, два года назад они выпустили прекрасную книгу. Написал ее Андрей Голицын. Кому же верить? И в этой книге представлены все важные факты работы той комиссии. И первой к ней написал предисловие Чевчевадзе Зурак Михайлович. Тоже, не знаю, посылали ли приглашение. То есть, во всяком случае, есть. Илья Сергеевич Глазунов, понятно, ему уже сейчас, слава Богу, он жив и здоров, но все-таки 87 лет, неделю назад ему исполнилось. Сейчас, конечно, он уже не в состоянии участвовать вот в такого рода деятельности, но Голицын и Чевчевадзе вполне могли бы очень о многом рассказать. И вот то, что происходит сегодня, я надеюсь, что все-таки отец, точнее, сейчас уже владыка Тихон Шевкунов, все-таки он вырос в нашем фонде славянской письменности и культуры, и человек здравомыслящий и образованный. Но что смущает? Смущает та же потаенность, как вот в первой комиссии, еще хуже. Я когда приехал в Петропавловскую крепость, и там у знакомых попросил что-то рассказать, они говорят, да что, мы ничего не знаем. Четырехметровый забор установили, нашу охрану из Петропавловской крепости удалили, привезли какую-то другую охрану, и мы не знаем, что там делается. А, собственно, что делать-то надо? Ведь надо только сказать, честно признать, что давайте-ка, ребята, признаемся, что с самого начала мы делали все, чтобы не докопаться до истины. И давайте, наконец, начнем все-таки разбираться. Ну, прежде всего, с теми фактами, которые привел здесь в своем докладе Виктор Николаевич, если я правильно вычисли его, Иван, Виктор Иванович. Вот, есть еще масса других фактов. Я вам могу один привести только, чтобы вы как бы оценили, что есть еще над чем тут поразмыслить. Меня поражает, что записка Юровского, ну, это из Чадия Ада, у него не просто по плечи, в крови руки, а вообще он весь пропитан кровью. И его записку изучают с таким вниманием. Вот он там написал, написал. Ну, неужели непонятно? Но это писал бандит, который, да и не он вообще-то писал. Писал для чего? Для того, чтобы смутить наши мозги, наше сознание, чтобы мы запутались, чтобы мы ушли каким-то ложным путем. Ведь если... Это писал Покровский. Ну, дело даже не важно, пусть писал Рабинович, Рабинович, кто угодно, это не имеет значения. Надо понимать, что писал враг с целью запутать. Не раскрыть, а запутать. Поэтому к ней так и надо относиться. Как к загадке, которую написал бандит или по поручению бандита. А изучают, смотрят, ну, прямо Евангелие, это записка Юровского. И в то же время, в то же время, есть много фактов. Виктор Иванович какие-то привел. Я могу привести факт. Допустим, не знаю, слышал ли кто-то, Мурзин такой был. Мурзин, корреспондент. Он рассказывал, опубликовал это. Рассказывал, что он с Ермаковым встречался, когда тот уходил в мир иной. И решил ему открыть, чтобы не уносить такую тяжесть, открыть некоторые факты очень важные. А что он открыл? А то, что и так было понятно. Что когда начали там все это собирать, выяснилось, что они бежали. У них оставалось часы, чтобы убежать. Они бежали, поэтому надо было подчищать все место. И все несгоревшие кости, которые сжигали, все несгоревшие собрали в этот сосуд керамический из подсерной кислоты и поручили этому Ермакову отнести и закопать так, чтобы никто не нашел. Но не оставляет только птица следов в воздухе и рыба в воде. А там следы какие-то остаются. Мы вот в прошлом году с батюшкой, с отцом Александров, нашли, чудом совершенно нас вывели, два краеведа, которые, когда они были мальчиками, их ребят маленьких, учитель, повел по бывшей гате, по которой, очевидно, шел Ермаков, повел по этой гате и говорил им, что мы где-то вот здесь идем по царским костям. И не зря Маяковского уже приводили, он написал, там поезда идут. То есть нам удалось восстановить, ну, понимаете, если бы это была государственная программа, то, конечно, это было бы легко сделать. Но мы с нашими малыми силами удалось восстановить. Чудом сохранилась просека на месте этой гате, по которой шел Ермаков. У него было, все можно посчитать по часам. У него было примерно часа два времени. Вот они поехали на машине, а он пошел пешком. Там можно вычислить циркулем легко круг, где он мог эти захоронить, ну, заложить куда-то. И вот, в общем, мы пришли к выводу, что он опустил этот кувшин с костями, опустил рядом с гатью в болоте. Вот таких только два места есть. Место перед железной дорогой, где станция Гать, да? И второе место перед Чёртовым городищем. Эти два места, где до сих пор, перед Чёртовым городищем до сих пор, болото, у нас проводник, который, краевед, который нас вел, провалился по грудь по весне, когда мы шли. А там, где вот перед Гатью, там уже такое болото, в общем, высохшее практически. То есть сегодня задача простая. Задача найти план Гати 1918 года. Дело в том, что там вдоль этой Гати была проложена лэп. И, ну, не знают, как, кто сейчас может сказать, как они воспользовались Гатью, чтобы подвозить какие-то материалы, или прямо на Гати смонтировали эти опоры, точно неизвестно. Поэтому, но в принципе, это довольно легко найти. И вот этот действительно был бы серьёзный аргумент. Ну, представьте себе, работает комиссия, там загородились заборами, всё доказали, а тут находится кувшин, в котором есть остатки каких-то костей, которые по экспертизе действительно царские. Вот это действительно аргумент, который, ну, он бы разбил сразу всю ту возню, которая делается под видом научного исследования нашей современной комиссии, и тем более делалась комиссия Немцова. Это информация. У меня есть конкретных два предложения. Первое предложение. Здесь уже неоднократно упоминалось о том, что вот действительно готовится страшнейшая провокация, какой-то новый такой ушат помоев, чтобы вылить на святые, уже прославленные лики царской семьи. Поэтому у меня есть предложение сформировать рабочую группу, чтобы она от имени нашего съезда подготовила заявление, и мы через поклонскую это заявление можем передать на любой уровень, заявление о том, чтобы не допустить показа этого кощунственного, порочащего наших святынь фильма, чтобы не допустить вообще. И, конечно, чтобы сформировать группу экспертов, вот Владимир Николаевич называл каких-то, можно добавить еще, сформировать группу экспертов. Поклонская, как этот лжеучитель, кто смотрел эти прямой эфир с Путиным, заметил, что он что сказал? Он сказал, я предложил Поклонской посмотреть фильм, но она отказалась. Я спрашиваю у Поклонской, как же так? Говорит, очень просто. Я ему сказал, не мне надо смотреть фильм, а экспертам. Экспертам надо смотреть. Поэтому что я скажу, а мне опять будут на меня, что вот ты такая капризная. Поэтому она с удовольствием поддержит, и, наверное, есть и другие возможности, подать это на самый верх. То есть добиться того, того, чтобы группа экспертов, которую мы порекомендуем, может и какие-то еще там, в конце концов никто не ограничивает число экспертов, в таком случае, чтобы православно мыслящие и такие со здоровым самосознанием люди и профессионально подготовленные, чтобы там были. И вот если будет принято, давайте рабочую группу создадим. Я думаю, что здесь вот уже вырисовываются люди, которые могут участвовать. Я готов участвовать. Наверное, батюшка, отец Александр, поскольку режиссер профессиональный. И подготовим это обращение от нашего съезда. И второе предложение. Ну, мы... Кто-то знает об этом, кто-то не знает. Вот с 92-го года мы организовывали покаянный крестный ход. Вот в 92-м году было 10 человек, сегодня до 100 тысяч. Слава Богу. Но на этом покаянном ходе ни разу не появился святейший патриарх. Ни разу. А когда у архиерея было такое небольшое застолье, один бизнесмен спросил, говорит, что ему не в чем покаяться, почему это его здесь нет. Буквально не успел он долететь до Москвы, как сняли архиерея, и там все заменилось. Я уж не говорю о том, что президент тоже вообще-то ни разу не появился. Поэтому, значит, ну, ладно, им может тяжело ходить, вообще спортивные люди. У меня предложение другое. Оно уже согласовано на хорошем уровне. Бывший губернатор Пускова-Туманов, такой Владислав Николаевич, достойный человек, предлагает что? Восстановить царский поезд и организовать такой покаянный крестный ход от Пскова, то есть дно Псков, от того, где совершилось это страшное преступление. Не будем сейчас говорить, было отречение, было это все досужие разговоры. Проблема в том, что Россия отреклась от своего императора. Вот в чем дело. Ведь если... Подумайте сами. Подумайте сами. Генерал Алексеев посылает провокационные телеграммы главнокомандующих фронтами. В любой армии сразу расстреливают его, как провокатора. Сразу расстреливают. А вместо этого все командующие фронтами отвечают, да, вот ваше величество, не могли бы вы ради спасения России. Но это же кошмар. Это же такое массовое предательство. Всех бы тут при Сталине там вообще всю верхушку расстреляли бы сразу. Понимаете? А мы как-то все это смотрим. Да, нормально. Все ради спасения. Ради спасения России. Все они вообще святые. Вот. Или, допустим, Синод. Тоже вроде каяться не в чем. Один митрополит Макарий только не признал. А все остальные члены Синода. Давайте, да, за благоверное временное правительство. Давайте. Макарий только. Только Макарий. Только Макарий. Ну, не будем, у вас будет время высказать. Только митрополит московский Макарий отказался. Кстати сказать... А ведь Макарий никогда не был в Синоде. По сожалению, и Макарий поддержал. Нет, нет. Макарий сразу... Сразу, сразу... Макарий так снова арестован был, а все остальные подписали. А ведь Макарий тогда не был в Синоде. Ну, одним словом, Синод в массе своей поддержал это позорное решение. И надо бы ему первому покаяться. Спасибо. Ну, я так... Спасибо за поддержку. Я так понимаю, я... Позвольте воспринять ваше предложение как согласие на то, что эти два проекта, то есть первое, это протест против фильма «Матильда», и второе, восстановление царского поезда и организация покаяния всенародного, что вы их поддерживаете. Поддержите. И в качестве такого дара я в свое время, святейший патриарх, мою книгу благословил раздать на юбилейном архиерейском соборе. Она называлась по закону исторического возмездия как раздаточный материал. Все архиереи ее видели. Она была посвящена уже царственным мученикам, хотя они еще не были канонизированы. А это я сделал уже переработанный материал, а главный такой богатый иллюстрированный. Здесь порядка 500 иллюстраций и около 800 страниц. Называется «Преступление и покаяние. Судьба русской цивилизации». Только через покаяние мы можем восстановить. Я дарю эту книгу. Для следующих выступающих хотел попросить все-таки время уже у нас подходит к концу. Здесь поступили записки. Немного, так сказать. Одна фактически записка с просьбой выступить еще. Так что мы сейчас уже, если кто-то еще хочет выступить, то могут прислать записки. Я просто хотел зачитать. Я говорил, что у нас идет трансляция. Хотел зачитать. Прислал письмо Юрия Григорьев. И я зачитаю его. Смотрю трансляцию. Хотелось бы напомнить господину Степанову из русской народной линии. Дело не в том, что все генетики и антропологи плохие, а в том, что лабораторный метод, каким является саморокулярно-генетическим исследованием, не может опровергать иные научные факты. Перефразируя Козьму Круткову, если в клетке сидит лев, а генетики говорят, что это осел, то не верь глазам своим. С уважением, Юрий Григорьев. Я хотел еще раз подчеркнуть, что здесь высказывались разные мнения. Сейчас мы дадим слово еще Владимиру Соловьеву, который аплодировал тоже выступление господина Корна, что меня немножко удивило, потому что Виктор Николаевич критиковал господина Соловьева. Я хотел сказать, что в общем-то ситуация такая, что многое зависит от нас с вами, братья и сестры. И Сенот, и Патриарх, и главный президент России прислушиваются к ситуации, которая складывается. И то, что произошло осенью 2015 года, когда было отменено уже назначенное захоронение, это, конечно, воля президента. Здесь не надо никаких, так сказать, иллюзий строить, что это как-то само собой произошло. Но вырабатывалось оно на основе мнения широкой общественности и широкой православной общественности. и поэтому здесь важно, чтобы наши выступления были аргументированы. например, я вот немножко насколько Галина Васильевна передавала мнение епископа Егоревского Тихона, у него мнение тоже, скажем, меняется. Иногда в одну сторону, иногда в другую. Ну, это любой человек, конечно, мнение может меняться, это нормально. Вот. То есть, если в марте и в мае в интервью разным средствам информации епископ Егоревский говорил, что все будет решать патриарх и архиерейский собор, он сейчас доложит и все будет решать, то уже сегодня, так сказать, и в интервью ТАСС в июне месяце и еще раз Галина Васильевна подтвердил, что важна опора на соборный разум православной церкви. Что такое соборный разум? Это не просто собор архиерейский или сенот или даже поместный собор, это когда открыто, широко и публично обсуждаются все вопросы, а особенно вопросы, связанные не только и не столько с генетической экспертизами, а именно с исторической экспертизой, потому что важно для нас, для всех нас и православных, для всей России, важно раскрытие всех обстоятельств злодейского убийства царской семьи. И тот вопрос, который сейчас звучит, который озвучил в том числе епископ Егоревский Тихон, о том, что возможно это ритуальное убийство, что эта версия прорабатывается. Я бы сказал, что вообще-то она очевидна. Почему она очевидна? Давайте посмотрим последствия в любой науке, в том числе исторической науке. Не обязательно исследовать сам процесс, а можно посмотреть последствия его. Ведь революция, первый переворот произошел в феврале 1917 года. Были жертвы, многочисленные жертвы, тысячи людей погибли. Кровавая февральская революция. Потом совершился Октябрьский переворот. Тоже были жертвы, поменьше, как это ни странно. Сотни, может быть, в Петрограде погибли людей, может, даже десятки. В Москве больше, да. Но уже где-то весной начинаются столкновения, начинается Гражданская война. Местами где-то, но все-таки относительно немного. А вот самое как бы обвал, обвал произошел именно после убийства, злодейского убийства царской семьи. Именно после, где-то уже в августе, в августе-сентябре 1918 года разворачивается массовый, когда счет пошел уже, на сотни тысяч, когда буквально за несколько дней в одном городе убивали десятки тысяч заложников, просто, так сказать, богоборцы, так сказать, расстреливали порой неповинных людей. Я могу назвать одно из таких телеграфных общений Ленина и Троцкого, по-моему, это касается какого-то Павловского города, крупного, сейчас не помню, Самары, что Троцкий был послан к тому, чтобы очистить Самару от всех противников большевиков. И было указание расстрелять 45 тысяч человек. Троцкий докладывает, это все данные опубликованы, то есть это переписка официальная, 25 тысяч расстреляно, но он не Ленину правительству, а больше нет контрреволюционных сил. Все сбежали, все разбежались, купцы, промышленники, все разбежались. Ленин телеграфирует непростительная мягхотелость найти и расстрелять не 45 тысяч, а 65 тысяч. Вы слишком мягхотелый, господин, товарищ Троцкий. Вот, и несомненно, такое злодеяние, такие злодейства, геноцид русского народа, он развернулся именно после этого ритуального убийства. Именно это носило целью уничтожения русского народа, то есть лишение его помазанника Божьего, пусть находящегося в заточении, и вслед за этим просто массовый геноцид, когда во время гражданской войны в этот период и путем таких казней бессудных, и от голода, и от эпидемии погибло не меньше 10 миллионов человек. И вот результаты. А то, что нам пишут советские авторы типа Косвинова, что царскую семью расстреляли, думали, что оно будет знаменем белого движения. Ну, казалось бы, если так это все уничтожили главных своих противников, ну и успокойтесь, так нет, все наоборот разворачивается в совершенно другую сторону. Поэтому здесь не только политика, а именно борьба с христианством, борьба с русским народом как православным народом. Да, пожалуйста, господин Соловьев. Только просьба, так сказать, ну это 5-7 минут. Я прошу, да, пожалуйста. я понимаю, что выступать у меня достаточно сложно, потому что, наверное, или 90, или 95, а то и под 100% тех людей, которые сегодня находятся в этом зале. они занимают не мою позицию, а позиции совершенно противоположные. Но, тем не менее, я очень благодарен организаторам этой конференции, что меня пригласили, что у меня есть возможность высказать свое мнение, и что слушается не только одно мнение, а мнение разное. Именно в спорах формируется истина, насколько я понимаю. но, почитать средства массовой информации, то я проводник фальшивых останков, я организовал все самые разнообразные экспертизы, собрал, бог его знает, сколько совершенно неправильных таких экспертов, и в результате сделал одну из самых больших фальсификаций в мире. Вот сегодня было заслушано мнение судебно-медицинского эксперта Григория. Ну, вы знаете, я могу, если бы он выступал здесь, я бы ему аплодировал, потому что всякое изучение темы, оно приносит хотя какие-то небольшие крупицы нового, крупицы разума в будущем, поэтому я поддерживаю исследование господина Григория. Но когда идет не прямой разговор, а когда испорченный телефон, я вам привожу простой пример. Вот, например, в нашем зале прямо напротив меня сидит Сергей Алексеевич Никитин. Это тот человек, который принимал участие в раскопках в районе Поросенкового лога после того, как были сделаны первые не очень удачные археологические изыскания. Именно он вместе с двумя с другими судебно-медицинскими экспертами в отвратительную погоду промывал, отыскал каждую косточку, потом склеивал, после этого принимал участие в археологических изысканиях, уже потом в районе Ганино-Яр, до того, как там построили монастырь. И это носитель как бы первичной истины. У него можно спросить, а что вы там нашли, а что вы там склеили? Именно он нашел этот замечательный холмик небольшой на Ганино-Яме, объяснил, что это такое. В 1919 году Соколов проводил раскопки в районе Ганино-Ям. Вскрыли окружающие шахты, конечно, самые интересные находки были в шахте номер 7 или открытой шахте, оттуда достали ил, и от этого промывали. Ну, подходили красноармейцы, продолжать изыскание не было возможности, кучка вот этого ила осталась. Сергей Алексеевич нашел ее, ее промыли, там нашли предметы, несомненно, принадлежащие царской семье, корсетные кольца, изумруд, пули, гильзы, те же кусочки свинца. Что мы будем слушать Григорьева, который честно и откровенно признался в своей книге? Я ни одного исторического документа, ни с одним историческим документом в архивах не работал, потому что считаю, что все исторические документы, это ерунда. А все, что я взял, я взял с интернета. Откуда он придумал, что там должно быть торфяное дубление? Да там совершенно другие почвы, там все промывалось, и никакого и близко торфяного дубления быть не могло. То, что там не хватало каких-то костей, это вполне естественно, оттуда. Потому что останки, обнаруженные под Екатеринбургом в 92-м году, мощно пострадали от воздействия серной кислоты. Вот, к сожалению, здесь нет Петра Мультатурия, от его деда, смотрит, от его деда не осталось почти ничего, потому что могильная яма представляла себе такое каменное корыто, и кислота стекла вниз почти уничтожила труп повара Харитонова. Лакей-труп, который находился чуть выше, вот можно смотреть, как будто срезом у него скелет снизу, потому что был уничтожен серной кислотой. Там были обнаружены, помимо останков, 9 человек, обнаружили пули, обнаружили черепки от этой пресловутой серной кислоты, то есть явные воздействия серной кислоты, черепки от серной кислоты, пули от тех же самых моделей оружия, которые в свое время обнаружил соколов в доме Ипатьево, при осмотре дома Ипатьево и в районе Ганино-Ям. Вот только что мы слушали эту замечательную басню, а здесь столько этих всяких басен, о том, что Мурзин, замечательный корреспондент Мурзин, пил водку и ел пельмени с престарелым Ермаковым, и престарелый Ермаков ему, 17-летнему собутыльнику, рассказал все, что он не рассказывал никому и никогда. Надо вспомнить, кто такой Мурзин. Мурзин это изумительный человек и замечательный мистификатор. Именно он написал Леониду Ильичу Брежневу его замечательную книгу, которая называлась Целина, и за которую Брежнев получил Ленинскую премию. И он хвастал потом прессу, и он говорил, а я никогда с Брежневым не встречался, ни разу с ним не разговаривал, и вот все я выдумал. А Брежнев получил за меня премию, а он получил замечательную квартиру в доме на набережной. Так что все, Мурзину захотелось поднять себя немного, он начал публикации «Комсоморские правды». Идут вот эти необыкновенные какие-то любопытные выдумки. Ну вот давайте сегодня были сказаны слова. Если нашли не так, как надо, значит это не те. Извините, я понимаю, мне бы очень хотелось, что мудрый старец православный с клюкой в руках, он подошел, нашел косточку, позвал таких же православных, но не всегда все так случается на белом селицах. Да, было поругание, да, были попытки уничтожить царскую семью. Что мы видим? Что был приказ ее уничтожить. Для этого привезли специально там мастера по сжиганию, как его там называли, получше. Для этого Юровский делал все, чтобы в дальнейшем сжечь, уничтожить царскую семью. Бог не дал. Вот у Иоанна Кронштадтского есть изумительное совершенно такое выражение «Могилу мою не ищите», как бы говорит ему в видении царя Николая. И на этом заканчивается эта цитата. На самом деле она имеет продолжение. И ее нелегко найти. Ее найти можно могилу царя только через покаяние, только через любовь к царской семье. И эти поиски были сделаны. Может быть было сделано все и не так, как нужно было сделать. Может быть мы мечтаем в своих мыслях, чтобы было сделано все по-хорошему, а не все было сделано по-хорошему. Экспертиза. Вот говорят, а что там, пошел соловьем, где-то взял там какую-то косточку, куда-то там принес и говорит, нате вам кость царя. Давайте с вами посмотрим, что это такое вот кость царя. Первоначальный период исследований состоял в том, чтобы пройти датскую королевскую. Эксперты тогда не умели работать по мужской линии, умели только по женской. Поэтому, если проводить исследование, это значит сравнивать кости неких людей из Дании с останками, найденными в поросенковом лагу. Где их взять? В России есть. Это, например, дети вдовствующей императрицы Марии Федоровны, это ее сын Александр, останки которого находятся в Петропавловском соборе, это сын Георгий Александрович, который также похоронен там, и это Михаил Александрович. Но если бы мы пытались выдать кого-то за Николая Второго, извините, сын Александр умер во младенчестве. Георгий, явная вот его могила и в раскопках принимал участие доктор Попов, который не даст соврать, что просто так открыть ее было невозможно. Третий Михаил, которого до сих пор не нашли. Поэтому поиски такие, это не такие простые. Даже вот в то время невозможно было сравнить например останки Александра Третьего с останками Николая Второго, потому что не было таких методик. Эти методики появились только вот к 2007 году. Когда обнаружили Алексей и Мария, я поставил перед собой задачу такую, пойти на ревизию всей своей предыдущей работы. То есть во время встречи со святейшим патриархом в январе 1998 года святейший попросил чтобы не тревожить зря могилы, вдруг появятся какие-то новые методы, вдруг что-то появится. Возьмите некие частицы праха по семье, найденной под Екатеринбургом и когда будет такая возможность исследуйте их. Вот Сергей Алексеевич сидящий перед одной, он принимал участие в изъятии этих образцов. И эти образцы были предъявлены экспертом в 2007 году и подтвердили на мой взгляд ту версию что царская семья это царская семья. Немножко насчет экспертов. В 1995 году у священно начали русской православной церкви возникли огромные сомнения в том обнаружены царские останки или не царские. Тогда святейший патриарх попросил генерального прокурора России чтобы полностью сменили экспертную команду. Мне было тогда очень грустно я вам честно скажу потому что эксперты мне сказали мы честно работали вы нас отстраняете убираете кого в это время предложил в эксперты святейший патриарх. Прежде всего это был Евгений Иванович Рогаев лауреат государственной премии имени по инициативе святейшего патриарха Алексея Второго он приступил к работе. Второй это был Виктор Николаевич Звягин потом наступает новое время вот наступил 2015 год опять появились сомнения и на этот раз отстранили меня меня отстранили ну что мне плакать что ли я считаю что это было сделано совершенно правильно совершенно правильно поступил и Бастрыкин и святейший патриарх поскольку в отношении меня существуют большие сомнения если народ сомневается ну что же ему навязывать мое мнение даже если в этом мнении я полностью убежден поэтому была сделана совершенно новая бригада я сразу должен вам сказать что я официально сейчас вот в этом собрании не представляю Следственный комитет Российской Федерации а выступаю как заинтересованное лицо как человек который с 1991 до 2015 года с перерывами вел следствие надо мной сомнений надо мной происходит сейчас некий суд доверяю я выводам патриарха и комиссии патриарха абсолютно доверяю доверяю я выводам Следственного комитета абсолютно доверяю я знаю не больше вы что было сделано с октября 2015 года по этому делу потому что меня никто не информировал как поступает следствие считает оно что предельно открытым должно быть и либо предельно закрытым это дело следствия и это дело святейшего патриарха единственное в чем я могу быть абсолютно уверен что все данные следствия будут обноводованы что вы узнаете полностью всю истину и не надо сразу отвергать все это скандачка как говорится и постижение истины это очень и очень трудное дело Ольга Николаевна Куликовская Романова сегодня совершенно правильно сказала об обретении истины что рано или поздно она все равно будет обретена о чем говорили наши святые отцы и во что мы все-таки должны верить пару слов о суде вот честное слово если бы провели суд на каком-то там периоде следствия я бы был только доволен все было открыто все было так как можно но у нас есть законодательство пока не дает этого основания вы можете обратиться в следственный комитет вы можете обратиться в прокуратуру где вам должны дать четкие определенные ответы возможен ли суд или невозможно если невозможно по нашему законодательству то в этом случае нужно думать об изменении законодательства я думаю что это совершенно не вредно если бы возможность судебного разбирательства таких сложных дел существовало у меня подготовлен был доклад я не стал отнимать у вас много времени я передаю свой доклад президенту и очень надеюсь что он каким-то образом пригодится для обретения исток спасибо вам большое спасибо если есть вопросы я отвечу на самые сложные вопросы вот вы сказали что про следствие а по каким статьям оно вот было по крайней мере вот он ведет кровой были по каким статьям уголовного кодекса я сейчас отвечаю это статья 105 возбуждено уголовное дело первоначально было по статье 102 уголовного кодекса это убийство одного или нескольких человек почему так было возбуждено уголовное дело потому что были обнаружены останки людей с повреждениями нанесенными холодным и огнестрельным оружием и они были без одежды поэтому самое первое предположение что это могло быть убийство поэтому уголовное дело было возбуждено по этой статье в дальнейшем его переквалифицировали по статье 105 в связи с изменением уголовного кодекса что я вам еще хочу сказать вот в вашей статье были такие интересные замечания о том что не привлечены как бы даже посмертно к уголовной ответственности убийцы ни Юровские ни Голощокин ни остальные люди расстрелившие невинных людей первоначально в моем постановлении о прекращении уголовного дела эти все люди были признаны виновными в соответствии с императорскими законами которые тогда не были отменены на территории России и что интересно действовали даже на большевистской территории с некоторыми исключениями но впоследствии президиум Горковного суда Российской Федерации вынес постановление о реабилитации царской семье где он сказал четкое определенно убийство политическое решение было принято коллегиально и мне впоследствии пришлось изменить формулировки постановления прекращения и эти люди так как это коллегиальное решение уже не были как бы убийцами а были исполнители решения Урал области сейчас то есть еще раз вот когда вы ушли в следствие это была по-прежнему 105 статья да ну то есть до сентября до сентября 15-го года в октябре в октябре 2015-го года это была статья 105 вот а значит еще раз Юровский кем там значился как свинитель как свинитель убийца убийца Юровский Голощокин вся вот эта расстрельная команда Белоборона все они были признаны а сейчас он по-моему законодательства да да я слушаю а что можно отсудить сроки 19-летнего мальчика как политическое убийство если государя расстреливали потом что он глава государства нет это ко мне это ко мне вопрос поскольку это вопрос квалификации и первоначально у меня все это было сформулировано так что в отношении Николая Второго было вынесено ну как бы решение имеющие под собой основание ну в каком смысле Урал формально вот я сейчас объясняю я объясняю формально Урал облсовет как бы выносит решение и сообщает об этом в центральные власти в это время был такой институт назывался изъятие из законов потому что царские законы не везде действовали а новых еще не было не была разработана юридическая база нового государства поэтому президент ЦИК рассматривал эти сообщения и признавал их правильными или неправильными то есть в отношении Николая Второго президиум ЦИК признал это решение правильным в отношении всех остальных этот вопрос не рассматривался по законодательству тогдашнему по тогдашним декретам вообще не могли содержаться под стражей дети до 16 лет вообще не могли содержаться не говоря уже о расстреле не говоря уже о чем формально никому даже императору Николаю Второму обвинение не предъявлялось я был решительно против реабилитации остальных членов царской семьи по основаниям убийства я объясню почему потому что они были убиты преступниками те люди которые вот Глащокин Белобородов вся вот эта верхушка Урала которые выдавали себя за блюстители законов на самом деле это были настоящие бандиты больше ничего нельзя без судов без всяких оснований без вынесения формального решения они расстреляли и императрицу и детей и верных царских но к сожалению Свердлов было просто то же самое было с ними взаимо как бы так сказать это его банда так сказать ну Свердлов оттуда же так сказать царала вот спасибо еще вопрос такой вы сказали что от святого мученика Иоанна Иоанна Харитонова почти по вашему мнению почти ничего не осталось это останки и эта экспертиза показала что да совпадение там я думаю что Теорг Валентинович он легко может определить да или нет есть опубликованный генотип он может пройти независимую экспертиву если так ему не хочется идти в официальную связанную с судебными органами и в порядке достаточно просто в гражданском порядке установить свою рост хорошо а с кого с кем же сравнивали тогда его метка с отцом это спокойно его отцов ну Петр Владимирович здесь нету он пока если может пришел сообщение я дам ответ он смотрел наше может быть нашел он смотрит нашу трансляцию он просто себя чувствует болеет и поэтому уехал с нашего собрания он иногда сообщение не пришел он может дать какой-то ответ какие еще вопросы да пожалуйста скажите пожалуйста а какого площадь была расстрелена комнатой выпадет скульдом вы знаете там совершенно небольшая площадь это чересчур 17 человек там никогда не было 17 человек я вам объясню что по вопросу расстрела царской семьи по соколовским материалам именно по соколовским материалам по воспоминаниям расстрельщиков была назначена специальная ситуационная экспертиза ее проводил доктор медицинских наук теперешний главный судебно-медицинский эксперт Кавалю Андрей Алексеевич он доказал то что вот этого такого расстрела что вошли там столько и столько там расстреливали ну человека три-четыре актива поэтому не было там вот этого столпотворения есть имена этих людей есть воспоминания есть схемы причем вы знаете Кавалю высказал в своем вот этом постановлении очень интересную такую мысль он сказал ну он военный он сам военный полковник у него специализация это огнестрельные побеждения и он высказал такую очень интересную мысль он сказал что вот обычно когда идет стрельба по людям то они разбегаются а здесь вот такая картина что все наоборот сбежались вместе и как бы своими телами прикрыли Цесаревича Алексея то есть это вот такое стремление Цесаревича когда они кинулись и мы своими телами закрывали его вот это дает экспертиза судебно-медицинская экспертиза она так это ноцы а здесь такая история есть версия что поэтому и убрали этот дом потому что как свидетель потому что на той фотографии которая бытует там только с левой стороны несколько следов откуп прямо и справа практически не следовало вы знаете у следователя Соколова для него у следователя Сергея очень подробно описаны все кулевые повреждения поэтому мы можем видеть объективную картину что там было а снос дома ну я был как бы изучал еще в 91-м году документы которые потом как-то не появлялись нигде я не видел их публикации потому что вы знаете там же в ПГБ если это не какое-то страшное преступление часто списывали просто что там было основанием для сносов и пальцев пожалуйста Силенко вопрос вы можете подойдете поближе я не очень хорошо вас слышу пожалуйста ну смотрите к вам несколько таких вопросов да я слушаю нас известный адвокат Михаил Николаевич Кождецов говорил в 98-м году значит наш известный адвокат Михаил Николаевич Кождецов в 98-м году на аналогичной конференции говорил что при производстве дела был нарушен добрый десяток статей уголовно-процессуального кодекса и Кождецов сказал что если бы я как адвокат выступал в суде я бы это дело развалил два счета значит в частности с нарушением процедуры были изъяты эти останки которые естественно являются вещдоками или уликами вот как юрист вот именно процедура не была соблюдена которая какая когда в каком году объясните мне много раз что-то манипулировал с этим гелерябом подождите ну хорошо давайте с вами представим значит такие у меня к вам вопрос такие вещдоки могут использоваться в уголовном процессе что говорит закон в уголовном процессе может использоваться другое дело подходы к этим вещественным доказательствам и корсидам давайте я сразу отвечаю раз вы говорите гелерябов обгонен вы обнаружение и вот это как сегодня описали страшно они достали останки оттуда они скажем так вот замечательный адвокат Кузнецов все сделать по УК и УПК что должен был сделать Антонин и что должен был сделать рядом они обнаружили останки должны были сообщить прокуратуру и милицию о том что они обнаружили предположительно останки царской семьи что бы сделала прокуратура и милиция напомню что это 1979 год близко близко с носу до моей пати прокуратура и милиция сообщила об этом КГБ КГБ в Политбюро и все сожгли и выкинули пепел туда поэтому благодаря тому что они действовали тайно благородно не было вот этого уничтожения останков еще в 1979 году мы многие должны поклониться что они не пошли никуда и не сообщили в этот момент а все это удержали в тайне меня интересует простите не оценка действий Гелия Рябова и Авдонина а чисто юридически правовая сторона значит чисто с точки зрения процесса уголовного какую доказательную силу имеют изъятые таким образом улики это первый вопрос можно я еще задам пожалуйста значит дальше вот в обращении которое здесь многие подписали говорится говорится о том что сам метод вот этот генетической экспертизы не все ученые считают достоверным вот можно понять нам дилетантам существует ли среди ученых единомыслие по вопросу достоверности научной этого метода или среди ученых есть разномыслие я вам отвечаю четко и определенное если мы возьмем двух ученых один ученый это например господин Мульта Тули а второй ученый господин Рогай то между ними единомыслия не существует среди генетики один специалист в области генетики а второй не специалист я должен сказать что у меня расследование было не церковным а расследование шло в рамках уголовного права поэтому я применял методы которые используются при расследовании уголовных дел и в том числе при назначении экспертных исследований во всем мире не только в России в Соединенных Штатах в Германии там Австрии где угодно существуют генетические методы исследований и сегодня генетика ее не зря называют генодактилоскопия она намного превышает по своим возможностям те методики которые применялись раньше поэтому я не могу обойти мимо такого метода как генетиктилоскопия кроме по уголовному делу были сделаны десятки других исследований прежде всего это антропологические исследования нужно было признать подходят они как бы не подходят были сделаны исследования можно ли писать лица этих людей в обводы черепов и множество других самых разнообразных экспертиз стоматологических сколько угодно я не могу часами сейчас объяснять но это прошло в рамках уголовного права ну то есть вы утверждаете что этот метод 100% удостоверен как считает специалист нобелевских лауреата первый нобелевский лауреат Уотсон и второй нобелевский лауреат Ниренберг исследовал вот эти генетические экспертизы и оба серьезных журнала дали четко совершенно определение что сделано по методикам существующих в мире и что доверять этим заключениям можно ну и я не знаю сейчас Василий Вадимович говорит что уже нет времени просто знаете ли вы сейчас не надо кричать знаете ли вы что считается критерием истины в церкви не с точки зрения науки я могу дать справку показов Пилат спросил Иисуса Христа что такое истина и Христот молчал можно я промолчу спасибо спасибо я предоставляю слово схемонахине Николае Граен пока схемонахин не идет я хотел сказать что вот было направлено обращение и здесь книжечки такие раздавались многие авторитетные люди подписали и вот там есть статья гены нас обманули дело в том что в Соединенных Штатах Америки идет целое движение вообще запрет использования генетической экспертизы среди ныне живущих людей то есть там когда речь о каких-то расследования текущих сегодняшних преступлений запрет на использовании генетической экспертизы потому что генетическая экспертиза это не дактилоскопия к сожалению не к сожалению она не дает таких данных дактилоскопия иногда ошибается И есть целое движение среди юристов, ученых-генетиков за запрет использования генетической экспертизы в нынешних судебных процессах в Соединенных Штатах Америки. Такой давности. Не говоря уже о давности, то есть речь о сегодняшних, так сказать, событиях, так сказать. Пожалуйста. Суд Америки не признает результаты этих. Америка нам не поможет, это точно. Дорогие мои родные братья и сестры, мы сегодня все с вами именинники. Я горячо верю, что все святые земли русской и царственные святые сейчас здесь присутствуют. Вот пока я сидела на этом судище государя, у меня вот доклад подготовлен. Доклад не от себя я говорю, а слова старца Николая. Это не только мой духовный отец, это духовный отец всей русской церкви. И я дешно сказать вселенской церкви. Для нас слово церкви важно. Но что мы подразумеваем под церковью? Соборный разум церкви – это и архиереи, и епископы, и в боге стоящее духовенство, и миряне. И, конечно же, соборный разум церкви – это слово святых отцов. Вот я знаю, что здесь присутствует Сергей Алексеевич Беляев. Когда он рассказывал о его участии в экспертизах, вот этих страшных, в которых он был вынужден принимать участие в гробокопании, то он сказал так, что с каждым своим делом он обращался к отцу Кириллу Павлову. И выносил это на суд старца Кирилла. И старец Кирилл направлял его участие в первой комиссии. И Сергей Алексеевич Беляев непричастен к признанию лжекостей за царский. Это первое. Второе слово. Я пока сидела здесь, у меня просто с души вырвались слова. Мы все с вами находимся в Ипатийском подвале. Вы чувствуете сами? Какой диаметр, размер комнаты, какие пули, какие ножи, какие штыки. И мы обсуждаем то, чего нет. Мы с вами все в Ипатийском подвале. И нам нужно найти выход оттуда. И сейчас престол у нас. Престол не там, где державная только. А престол в Ипатийском подвале. Ипатийский дом был последним свидетелем. Это страшного вселенского зла, которое готовилось не десятки лет, а веками. Уничтожено было тело монархии. Но не дух. И на нас, на всех, лежит великая ответственность. Сохранить самодержанный, православный, монархический дух. Церкви, в России. И тогда может быть еще апокалипсис. То есть наказание Божье и конец времен отодвинется. И поэтому мы сейчас обсуждаем и осуждаем не злостное участие людей, которые по доброй воле участвуют в подлоге. Тех людей, которые запутаны. Те люди, которые есть много. Тех, кому это все безразлично. Но сейчас происходит третье распятие царя. Первое это было непосредственно в 1918 году. Второе это когда неизвестных людей, когда 90% знали, что это не царская семья. Их захоронили в Петропавловском соборе по чину, низшему чину, чем всех царствующих императоров. Государя захоронили, как полковника, гражданина Романова. А с государя помазание никто не снимал. И все, что связано с царской семьей, начиная от цареубийства, заканчивая в большой степени подлогом дневников, «Все ложь, ложь и обман». Почему? И для нас, для всех сейчас важно Господу коленопреклоненно молиться день и ночь, не участвовать. Я не знаю, как это назвать. Конечно, Владимир Николаевич Соловьев увел разговор совершенно, простите, в другую сторону. Вы жили этим, я вас понимаю. Ваше сознание приняно, как сознание каждого человека, которое отстаивает свою точку зрения. Но в этой точке зрения у нас есть слово «небо». Отец Николай, я записывала за ним, вот в этих записных книжках, то, что он говорил о царской семье. Батюшка Николай в 9 лет, в 9 лет получил тяжелый крест, такой же, как Марья Ивановна Дивеевская. Вы помните, что в ночь с 3 на 4 июля 1918 года Марья Ивановна Дивеевская, которую называли 4-й Серафим, бушевала, кричала, воевала, билась головой о стены и кричала, царевин, штыками, проклятые жиды. Это было в ночь. Марья Ивановна Дивеевская. Когда прошло время, все поняли, почему так неистовствовала и плакала эта святая угодница Божия. Батюшке Николаеву в эту ночь было 9 лет. Он прибежал к маме, он молился на опушке леса и кричал, мама, мама, царя убили всех, ух, и накажет их Господь окаянных за то, что они сделали. Батюшке в 9 лет было открыто цареубийство, которое происходило в Патевском подвале. И уже когда на закате его жизни он сказал, что с царем они распяли Русь, и среди распинаемых в Патевском подвале я был самым маленьким. Цесаревичу 14 лет должно было исполниться, батюшке 9 лет. И вот с той поры ум батюшки находился в Патевском подвале. И его путь, близок к пути государя, мученика, которого он любил несказанно. Я не знаю, на земле не встречалась. И вот много читала я по царской теме, но я не знаю на земле человека живого, который бы видел каждый шаг царской земли. Ему Богом это было открыто. Если мы верующие, если мы церковь, если мы люди церкви, то мы должны слушать голос святых отцов. Мы знаем, что в это время, во время распятия, было видение Валаамскому старцу, которое тоже записано, и это тоже нужно найти. Но почему мы действительно работаем с запиской страшного убийцы? Она вообще не имеет права быть документом. Записка лжеюровского, покровского, неизвестного человека. И все это понимают, и это базовый документ. Все остальные материалы по цареубийству, они такие же лживые. Это фальсификация, это операция прикрытия того, что там было сотворено. И батюшка Николай так сказал, что царская семья, он и открыл завесу над этой страшной тайной минувшего века. Он вспоминал 17 июля, мне 9 лет, прибегаю к маме, плачу и кричу. Мама, мама, царя убили всех. Ох, и накажет их Господь окаянный за то, что они с ними со всеми сделали. Мне ведь Господом уже тогда это было открыто. Матушка, вы не думайте, я не возвеличиваю себя. Такой грустности в сердце. И батюшка заплакал. Отец Николай имел особый дар духа. Он созерцал свет и, пребывая во свете, видел пути и судьбы человеческие так ясно, как вот мы с вами видим друг друга и окружающие нас предметы. Созерцал горный мир, где общался со святыми. Вот мы сейчас обращаемся, пишем наши воззвания. Это все очень нужно по-человечески. А я вам расскажу, как в Россию пришли мощи Елизаветы Федоровны. Их хотели привезти. И к батюшке позвонил покойный Царство Небесное Алексей Алексеевич Синин, главный редактор журнала «Русский вестник». И сказал, что у нас есть намерение обратиться к зарубежной церкви. Тогда еще, это был 2001 год, с просьбой, чтобы они отделили частицу мощей Елизаветы Федоровны, которая покоится, как мы все с вами знаем, в Иерусалиме, куда ее привез священный гумен Серафим Кузнецов, великий подвиг, сохранил ее мощи, чтобы хотя бы с ней не было такого страшного безобразия, безумного, как с царскими мощами. Батюшка сказал, «Я должен спросить у Елизаветы Федоровны». Звонок этот был утром. Вечером, после вечерней молитвы, батюшка меня подозвал и сказал, можешь звонить в Москву и сказать, что Елизавета Федоровна не против. Вот так живет церковь. Мощи Елизаветы Федоровны прибыли в Россию позже, когда батюшка уже упокоился, но на это было благословение нем. И поэтому для меня не важно, что решит комиссия, что скажет следственный комитет. Да простит меня Бог, что решит поместный собор, если его вынудят признать. Вот этот подлог. Для меня важно, что скажет мне царь на страшном суде, когда мы все предстанем. Люба! Простите. Слово предоставляется историку Леониду Болотину, который занимается данной темой на протяжении, наверное, больше 20 лет, 25 лет. Я хочу затронуть вопрос, не очень приветствуемый для публичных выступлений, но у нас особая аудитория. Я бы и сам в таком агитационно-пропагандистском характере, если он подойдется, тоже я не люблю. А вот если в академическом ключе, когда приближенный к академическому туру, я считаю, что этот вопрос можно поднимать. Хочу обратить внимание на религиоведческий и культурологический характер проблемы. Несмотря на обилие упоминаний в мировых СМИ последних 30-40 лет сообщений о так называемых религиозно-мистических или ритуальных преступлениях, такого рода преступным мотивом в современности принято относиться к системе двойных стандартов. Если человеческие жертвоприношения совершаются сатанистами, неуязычниками, последователями африканского культа вуду и адептами других традиционных или новоизобретенных черномагических мирований, о таких преступлениях информация распространяется практически беспрепятственно под грифом 16+. О подобных преступлениях пишутся научные исследования, снимаются кинофильмы и даже сериалы, делаются документальные передачи. Но если такие жертвоприношения обнаруживают связь с изуверными сектами внутри вполне респектабельных и общепринятых религий вроде ислама или иудаизма, то мы слышим упреки в травомном навете. Даже если исследователи вопроса заранее оговаривают, что вовсе не намерены обвинять в таких преступлениях всех уидеев, исмаэлитов или мусульман, а затрагивают лишь узкие изуверные группировки. И у нас в церковной среде не принято даже громко говорить о современных человеческих жертвоприношениях в таких религиях, не говоря уже о возможности осуществлять богословские исследования. Хотя говорить на эту тему у нас все же принято, только не очень громко, не публично. И вы все присутствующие здесь это очень хорошо знаете. Поэтому и я попробую негромко высказаться на эту тему. Надеюсь, никто не против. Хочу отметить, что в современных уголовных законодательствах, предполагая всех стран планеты, отсутствует юридический термин ритуальное убийство, ритуальное человеческое жертвоприношение. И лично я считаю, что это правильно. Убийство человека или группы лиц, оно и есть убийство, бытовое или политическое, или ритуальное. Дабы не было особого ужесточения или, напротив, морального оправдания, а в нашем мире уже и такое возможно, морального оправдания для его совершения. Ритуальное убийство имеет значение культурологическое и религиовическое, но при самом расследовании преступления, при изучении мотивов, такой аспект имеет немаловажное значение. На ритуальный характер убийства царской семьи осторожные, но вместе с тем однозначные указания содержатся в книгах генерала-лейтенанта Детерикса и журналиста Роберта Вильтона, которые принимали деятельное участие в расследовании Николая Соколова. Во французском прижизненном издании книги Николая Соколова «Убийство царской семьи» содержится тонкий намек на ритуальный характер преступления в описании четырехзначной надписи в Ибатесском подвале. В посмертном русском издании такой намек отсутствует, о данном различии писал многоуважаемый Петр Валентинович Мультатуре, уже выступавший здесь. Не стану широко касаться всех признаков ритуального характера и ктенгургского злодеяния. Эта тема колоссальная. Хочу обратить внимание на широко известную открытку с хасидским резником или раввином, который держит в руке петуха для жертвоприношения в праздник Йом-Кипура. А вместо петушиной головы на шее петуха фигурирует вполне узнаваемая голова императора Николая II в императорском венце. Не собираюсь быть адвокатом изуверных сект, существовавших в хасидизме и отрицать возможность бытования в нетрах хасидизма немногочисленных изуверов, которые практикуют человеческие жертвоприношения и тем самым бросают тень на весь еврейский народ. Материалы по саратовскому и велищскому делам XIX веке по делу об убиении Андрюша Ющинского свидетельствуют такая изуверная практика существовала. Ну, возможно, и существовала. Но все-таки после многих лет изучения материалов о цареубийстве я считаю, что в цареубийстве использовались не хасидские фарисейские ритуалы, а ритуалы саддукейские. И открытка с жертвенным петухом с головой государя в руках хасидского раввина и резника была издана именно американскими саддукеями, воротилами, мирового финансового капитала, банкирами, чтобы перевести стрелки цареубийства на темных хасидов. Екатеринбургское жертвоприношение цареубийства по ритуалам принципиально отличается от хасидских человеческих жертвоприношений, известных по саратовскому, велищскому делам, по киевскому делу, ну и по тем делам, которые описаны в трудах Владимира Ивановича Даля. По тем ритуалам следовало бы не уничтожать или прятать жертву, а обязательно оставлять ее в месте, где труп обязательно будет найден. Как известно, с телами царственных мучеников так не поступили. Их сожгли, что скорее отдаленно указывает на сожжение человеческих жертв в древнем Карфагене. Даже если кому-то хочется рассматривать версию екатеринбургских останков положительное, тайное захоронение жертв в поросенковом логе отметает хасидский ритуал. Некоторые батюшки и богословы считают судукеев чуть ли не атеистами, поскольку в Новом Завете о них сказано, что они не веруют в воскресение измертных. Были они атеистами, но они практиковали магию и верили в каббалистическое учение о переселении душ в метропсихоз. Учение совершенно неприемлемое для традиционного иудаизма, ведь на самом деле это самая тайная религиозная система у еврейства, я имею ввиду судукеевская. И сведения о ней нередко запутывали. Так бывший судукий Иосиф Флавий якобы ставший фарисеем в своих трудах приписывает учение о переселении душ фарисеям, но это же ложь. Фарисеи в своей догматике следовали священному писанию пророкам, и они не просто верили в воскресение измертных, а активно исповедовали это ветхозаветное святоотеческое учение. Отсюда и антологические различия в ритуалах фарисеев, аналог нынешних хасидов, книжников, законников и садукеев. Если первые и вторые имели догматически общие религиозные учения, то третьи далеко от него отошли. Но в своем тайном культе придерживались тирско-сидонских и карфагенских ритуалов, связанных в первую очередь с культами Молоха, Мелькарта и Ваала. Кстати, садукеи в своих конспирологических целях даже использовали древнееврейский алфавит, который издревле называли финикийским. А фарисеи и книжники со времен восстановления Иерусалима и второго храма после вавилонского племения пользуются квадратным халдейским письмом, который поныне считается еврейским. Та же четырехзначная надпись в Ибасевском подвале была сделана именно древнееврейскими буквами. Эннелий искажает своей книге жертвы, Эннелий искажает суть этой надписи, используясь буквы трех разных алфавитов. Я не отвергаю кстати формулировку, которую предлагает Эннелий. В общем-то видимо он как сам мистика эзотерик ему видимо было поручено донести вот этот месседж всему миру, что здесь был убит глава государства, глава церкви, глава России. Но в надписи содержится совершенно другая информация. что в ней использовались буквы трех разных алфавитов. Конечно сам факт издания в 1907 году в Америке открытки с хасидским резником и петухом служат доказательством того, что цельюбийство готовилось за 10 с лишним лет для его совершения. Иначе зачем же садукеям нужно было печатать такое открытие. Садукийство как еврейский религиозный тип практически никто не изучал в нашем круге. Мне был доступен единственный пример из публикации в фазбуке доклада Андрея Юрьевича Лебедева «Политика Садукеев и Синедриона и его роль в распятии Христа». Но я пока назвал лишь отдельные аспекты проблемы. Большой разговор по теме даже еще не начат. А нам говорят о заключительной стадии следствия. Спасибо за внимание. Другое. Благодарю. Какие вопросы к Леониду Евгеньевичу? Мне доставят материалы. Материалы нашей конференции, в том числе доклад Леони Евгеньевича, будет, во-первых, сейчас это видео будет выложено, прямая трансляция будет выложена также на Мосведе.ру, только разделенное на выступления. И все доклады будут, в том числе и реплики, и дискуссии, все будут расшифрованы и размещены в московские ведомости mosvede.ru. Единственное, что это, к сожалению, произойдет не в течение двух-трех дней, а где-то, наверное, начнут появляться где-то через неделю и в течение месяца все это появится. И потом отдельная книжечка будет издана, при том, материалы будут изданы как вот этой конференции, так и вот той, которая была в ноябре 2015 года. Я вынужден уже завершать наше, так сказать, научное собрание, потому что, ну, уже поздное время, и нас здесь, мы должны уже освободить зал. Я хотел подвести итог нашей научной дискуссии и выработать какие-то, наверное, наши, так сказать, обращения. Какая информация была в надписи? Какая информация была в надписи? Я не специалист, я просто поставил вопрос перед специалистом. Я что-то делал примерно лет 10 назад, вот, ну, потом часть моей работы перепорвалась на сайте нашего модельского карту, но я, чтобы ставить так вопрос, что это именно надпись на древнееврейском, то есть бога с данным алфавите, который был в ориентаре Иси дарован, и, собственно, финикийский алфавит, это просто его называют. Вот, среди специалистов по алфавитам, существует совершенно такая неопъяснимая вот трактовка, вот, допустим, происхождение, что греческий произошел от финикийского, что карту, это в академических руках пишется, что некий финикийц карту, он вот ему принес в Грецию. Ну, может быть, так и было, что это через финикийский алфавит, но первоначально его основа и основа всех алфавитов индийского, арабского, славянского, латинского, греческого, русского, основа лежит вот этот вот бога знанный древний еврейский алфавит. И судьбе его использовали, правда, под видом финикийского, потому что им близко были эти культы, седовские, а в культуре Иерусалима использовались другие. Я, извините, так открылся, использую свалдейское письмо. Ну, и сейчас они до сих пор используют. Расшифровать это необходимо. Я говорю, я не специалист по древнееврейскому языку. Я ставлю вопрос, потому что этот вопрос не замечается. Нам говорят, что вот это еврейские буквы, а это непонятно чьи. Это было подсумка Эннелем еще как-то изменились. Я хотел добавить, да, благодарю. Я хотел добавить, многие спрашивают из оппонентов наших, а вот что вы такое внимание этой надписи уделяете, да? Ну, подумаешь, если бы уж хотели темные силы донести такое содержание, которое Эннель как раз назвал, что здесь, так сказать, убить глава государства, глава народа или глава церкви. Вот, так почему же могли бы опубликовать в газетах это все? Ну, собственно, это и было опубликовано в газетах, да? Но здесь надо напомнить, что на всех христианских иконах всегда есть надписи, да? Иисус Христос, Дева Мария, ну, сокращенные по церковнославянскому или на греческом. Так и здесь, то есть это не случайно, то есть это здесь только обратная сторона, калька, так сказать, эта надпись, она была необходима именно с целью ритуального характера убийства. Подводя итоги нашего собрания научного, можем сказать, что высказаны были очень многие точки зрения, хотя, конечно, мы лишены возможности обсуждать то, чем занимается сейчас Патриаршая комиссия, чем занимается сегодня следствие. Но это главный вопрос и к следствию, и к Александру Бастрыкину, главе Следственного комитета России, и к Патриаршей комиссии, и к Священному Синоду, что главное это открытая общенародная, общеправославная научная дискуссия по теме вообще убийства царской семьи, не только и не столько по этими русским останкам, сколько по злодейскому убийству царской семьи, которое должно быть действительно полностью и общенародно расследовано и направлено на покаяние русского народа в грехе целиотступничества, отступничества от собдержавий и попустительства убийства помазанника Божьего. Без этого мы не можем двигаться дальше вперед, наш народ не сможет развиваться. И это самое главное, а не быстренько захоронить кости, которые некоторые считают останками цесаревича Марии и цесаревича Алексея. Вообще, в смысле костей, то они могут остаться там, где они лежат. Кто хочет их почитать, пусть почитает. Это дело, мы не можем этим управлять. А народ Божий уже знает, где и что почитать. Знает монастырь Ганина Яму. Сейчас я скажу. Главное, что нам нужно, еще раз повторяю, главное, что нам нужно, чтобы прекратилась тайна беззакония, прекратилось тайное расследование. От кого и что скрывают? От кого и что скрывают? Непонятно. Если дело по 105-й статье возбуждено, как вот там любезно сказал следитель Соловьев, убийство, есть обязаны привлечь потерпевших, то есть наследников, родственников потерпевших, но, однако, никто из потерпевших не привлечен. Есть Ольга Николаевна Куликовская-Романова, есть Петр Мультатули, есть многие другие, которые родственники или наследники замученных, убитых мучеников, как всей царской семьи и ее верных слуг. Это Альфа и Омега любого следствия привлечь потерпевших. У потерпевших должны быть адвокаты, которые должны иметь полный доступ ко всем материалам, ко всем экспертизам еще до суда, которые могут подавать ходатайство, делать заявления, и сами потерпевшие, или представители потерпевших, и адвокаты могут проводить свои самостоятельные исследования в рамках уголовно-процессуального кодекса. Этого ничего нету, а должно быть. Без этого все это продолжение тайной беззакония. Народ Божий признает, наверное, не признает никогда их тенгузские останки царств. По одной простой причине, что все уже совершилось, что чудеса происходят в Ганиной Яме, а не в Поросенковом Лагу, что народ Божий в количестве десятки тысяч, больше ста тысяч уже крестными ходами ходит в Ганину Яму и молятся именно там. И этого достаточно. Это соответствует святотической традиции. Но исследовать и расследовать убийство, злодейское убийство, несомненно, нужно. И несомненно, это должно делаться все открыто и публично. И несомненно, должен быть суд. Конечно, может быть, современный уголовно-профессиональный кодекс не приспособлен для такого суда. Должен быть специальный закон, о суде. Судей, естественно, и над непосредственными исполнителями, типа Иеровского, Войкова и так далее. Но и суд над Свердловым и Лениным. Дело в том, что Верховный суд 1 октября 2008 года установил предупреждение о реабилитации царской семьи. В тексте это не очень большое, полторы странички. В этом тексте четко сказано, что суд устанавливает, что руководители Российской республики в июле 1918 года прекрасно, то есть это Свердлов, руководитель ЦИК, Ленин, председатель Совнаркома, прекрасно знали и им были подконтрольны действия Екатеринбургского Совета Рабочих Депутатов, которые осуществили непосредственно исполнители бореза деяния и сам факт, что они одобрили убийство царя, говорит об этом не осудили, а им надобрили, говорит об их, так сказать, указывает на их виновность, поэтому, но это, так сказать, дело было о реабилитации, это было не суд над убийцами, а теперь следующий шаг, если Верховный суд это установил, виновность руководителей государства должен быть неспособен суд над богоборцами, которые кто-то руководил, кто-то исполнял этого злодеяния, это самое главное. Что касается обращений и предложений, я понимаю, что у нас в православных может быть разное мнение, вот и призываю вас не подписываться уже под единым обращением, а каждому из вас, у кого, конечно, хватит духовных сил, отправить и президенту России Владимиру Владимировичу Путину, и премьер-министру Медведеву, потому что правительственная комиссия, и священному сеноду, и патриарху обращение о открытии, прежде всего, открытии всех тайн следствия, прекращение отбора подписок о неразглашении. Это же смешно, еще Солженицын писал, что какая подписка о неразглашении, хотите и давайте, хотите и не давайте. Вот, чтобы это все шло публично, открыто, и должна быть открытая научно-историческая дискуссия. Надо вспомнить совсем недавнее прошлое, в 1950-х годах создатель нашего атомного оружия Академик Курчатов, будучи в Лондоне на научной конференции, открыто заявил, что Россия, Советский Союз, снимает гриф секретности термоядерных исследований. Снимает по одной простой причине, что истинная наука не может идти под грифом секретно. То есть, она, конечно, может, но она будет плестись, так сказать, еле-еле. А для того, чтобы была, так сказать, открыта научная истина, не должен быть гриф секретности. Это в отношении термоядерных исследований. термоядерных исследований. И гриф был снят и нами, и Советским Союзом, и Великобританией, и Соединённых Штатов Америки. Что уж говорить о простом термоядере, простом для нас, так сказать, вот, уж тем более, открытость должна быть при исторических исследованиях. Должны быть опубликованы все вновь найденные документы. Епископ Игоревский, Тихон, говорил о том, что найден какой-то ещё очередной том следует Соколова, найдены какие-то другие ещё документы. Давайте их опубликуем. И пусть все историки, а не только избранные Следственным комитетом или Патриаршей комиссией, все вынанесут свои суждения. На это понадобятся годы. Это не за один, так сказать, месяц или за это. Поэтому ни о каком в ближайшем времени, так сказать, признании или не признании на правительственном уровне есминбургских останков ставить вопрос нельзя, пока не будут проведены открытые научно-исторические исследования. Спасибо. Давайте на этом закончим молитвой. Спасибо.